В этом видео в первую очередь мы затронем веб-дизайнеров и дизайнеров мобильных приложений. Немножко поговорим про UX, но не будем трогать ребят, которые занимаются 3D, занимаются продуктом или создают какие-то вообще новые дизайн-концепции. Логично предположить, что дизайнеру платят за создание дизайн-проектов или дизайна. Но это не совсем так. В первую очередь дизайнер дорабатывает уже существующие проекты, его задача лаконично вписать в фичу, которая у него уже есть, в уже существующий в проект и дизайн. То есть это обычная типичная работа, такая же, как у программистов. Нужно знать пару инструментов, несколько подходов, уметь ими пользоваться и следовать каким-то понятным правилам. Я сам часто сталкиваюсь с созданием дизайна и выхожу на рынок, смотрю, какие инструменты появились, что и как делать. И в целом замечаю, что инструменты дизайнеров меняются редко. И даже когда выходят на рынок новые инструменты, они очень сильно похожи на те инструменты, которые были до этого на рынке. И для меня это супер хорошо, потому что я могу сосредоточиться на творческом процессе, решать свои задачи, а не отвлекаться на изучение новых инструментов и бороться с этими инструментами. Говорить, что раньше было лучше, чем вчера. А вот фреймворк раньше был. Раньше было много сомнительных продуктов, таких как Adobe Photoshop, да, дизайн нарисовали в Photoshop, был Sketch, были еще ряд разных сомнительных продуктов. Я видел один проект, в котором дизайн рисовали в PowerPoint. Но эти времена прошли. Сейчас на рынке есть Figma, в которой можно решить практически любой вопрос. Есть еще куча простых инструментов, которые позволяют создавать контент для TikTok, и дизайнерами активно пользуются. Например, если мне нужно добавить что-то классное в свой проект, я лезу в интернет, ищу вдохновения. Примерно то же самое дело дизайнер на работе. Есть куча готовых сервисов, где другие дизайнеры выкладывают примеры своих работ, примеры решения кейсов, целые дизайн-системы, целые продукты. Вы можете в целом написать этим дизайнерам, и у них что-то купить готовое, или попросить готовое, но плюс еще внедрить какие-то доработки. Причем многие дизайнеры не просто продают вам дизайны. Они могут продавать дизайны вместе с уже готовыми сверстанными компонентами на реакции или на каком-либо другом фреймворке, чтобы вы в целом сфокусировались на решении ваших задач в проекте. А не думали о технологиях и дизайнах. Как тогда дизайнеру конкурировать, когда все все смотрят в интернете, и все все примерно одинаково делают? Представьте, что дизайнер продает стиль. Он как фильтр в Инстаграме. Тогда вам станет все более понятно. Но смотрите, давайте вот пример. Если все на рынке продают одинаковую морковку, примерно одного и того же сорта, вам не обязательно с ними конкурировать ценой или качеством. Вы можете взять морковку, помыть ее, взвесить, положить в пакетики и, возможно, даже поменять сорт морковки для того, чтобы покупателям было удобнее ее сразу есть. То есть твои покупатели хотят купить маленькую морковку, уже помытую, которую можно сразу покушать и получить удовольствие. Возможно, вы продаете не морковку, а снеки. Вы в категории чипсов. И, возможно, это очень даже интересно и здорово на этом рынке работать, потому что ты можешь продавать эту морковку в магазины. Покупателям понятно, что ты покупаешь снеки. Возможно, конкуренция будет на совсем другом уровне. Мне часто в своих проектах приходится делегировать часть работы и максимально оптимизировать свое время, чтобы я мог заниматься творческими процессами и работать над созданием новых продуктов. Примерно как и у дизайнера. Поэтому часть рутины можно легко делегировать. И у дизайнера есть эксклюзивная возможность бесконечно масштабироваться. Потому что он может легко, даже работая в офисе, отдать часть своей работы какому-нибудь другому дизайнеру. И я думаю, из-за этого появляется множество дизайн-агентств, потому что дизайнеры имеют бесконечный потенциал масштабировать свои навыки и знания. Вот у меня, как у программиста, баги могут быть непредсказуемыми, и некоторые вещи могут парализовать весь рабочий день. Да и с продакшена что-то может прилететь и порушить мою работу и планы на день. А вот у дизайнера, кажется, таких проблем просто быть не может. Потому что все основные узкие моменты решаются просто насмотренностью и опытом. То есть у опытного дизайнера могут быть непредусмотрены только сущие мелочи. И даже если они всплывут, их исправить будет очень просто. А это значит, что любая работа будет очень даже предсказуемая, и я никогда не столкнусь ни с чем, что может поломать мои планы. А это придает неуверенности в том, что я могу сосредоточиться на решении только важных вопросов и не отвлекаться на всякие странные мелочи и проблемки. Как думаете, что проще делать дизайны мобильных приложений или целых веб-сайтов? Мне кажется, что дизайнеру очень просто переключаться между обоими областями, разноображивать свою карьеру и преуспевать сразу в обоих областях. Потому что дизайнер может взять и погрузиться, например, в мобильные приложения, разобраться в их дизайн-системах, посмотреть на бесконечный край готовых приложений и готовых дизайнов. И на основании этого понять общий дизайн-концепции. А потом сделать левел-ап, взять эти концепции и перенести их, например, в веб-сайты. Или наоборот. То есть за счет вот этого переключения между контекстами дизайнер может иметь дополнительное конкурентное преимущество и бесконечно расти в своей креативности. А что насчет конкурентов и конкуренции? То есть, например, я разрабатываю какой-то продукт, и у меня на рынке стопудово есть какой-то конкурент. Так вот, с точки зрения дизайнера это вообще прекрасно. Особенно если наши конкуренты обновили дизайн, выкатили новую дизайн-систему, или вообще что-то интересное разработали. Круто, если они только-только вышли на рынок, а это значит, что они потратили кучу времени, и за нас провели кучу разных исследований, и нашли какой-то прекрасный пользовательский опыт, инвестировали в него сотни тысяч долларов, а мы можем просто взять, адаптировать и применить в нашем проекте. Мне кажется, профессия дизайнера на нашем рынке сильно недооценена. Имеет бесконечный потенциал креативного развития, хорошие возможности сохранить устойчивую, здоровую психику, работая в креативной среде.